Доброе утро, уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги. Позвольте всех нас поздравить с началом работы юбилейной 25-й выставки здравоохранения Республики Беларусь. Уважаемые коллеги, наше государство взяло курс на построение IT-страны. Перспективы развития Беларуси определил подписанный главой государства декрет номер 8 о развитии цифровой экономики. Этот документ позволил Беларуси встать на путь опережающего развития. И речь идет не только о технологиях, но и грамотном внедрении этих преобразований. И в этой связи здравоохранение должно стать важной частью системы цифровой трансформации общества. Приоритетами своей деятельности мы определили построение электронного здравоохранения E-Health. Конечно же, мы отдаем себе отчет, что электронное здравоохранение открывает принципиально новые перспективы для развития отрасли. При этом она достаточно затратна и потребует модернизации системы здравоохранения всей страны и абсолютно новых подходов к обучению специалистов, формированию во многом уникальной законодательной базы. Вместе с тем, это путь, который позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи населению нашей страны. Он дает возможность изменить подходы к модели взаимодействия врач-пациент. Гражданин становится активным участником процесса сохранения своего здоровья и приведет к изменению самих технологий лечения и диагностики. Внедрение цифровых технологий в медицину – это своеобразная революция и для медиков, и для пациентов. В ней нужно не только готовиться технически, но и готовить общество в целом. Беларусь активно подключается к этому глобальному процессу, который с разными скоростями и эффективностью идет во многих странах мира. В настоящее время разработана концепция развития системы электронного здравоохранения на период 2022 года. В ней заложены основные принципы построения национальной системы и возможности для ее интеграции в общегосударственную автоматизированную информационную систему. Планируется, что при реализации концепции будет создана централизованная информационная система здравоохранения. Она объединит медицинские информационные технологии в единое информационное пространство и позволит создать интегрированную электронную медицинскую карту, аналитическую систему принятия управленческих решений, личный кабинет пациента, систему формирования различных статистических форм и отчетов. Это комплексный проект с точки зрения объединения вычислительной, информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Достигнув этой амбициозной цели, мы сможем поднять на качество новую ступень преемственность в оказании медицинской помощи между организациями здравоохранения всех уровней, повысить оперативность принятия решений по диагностике и лечению пациентов, управленческих решений, повысить эффективность работы врачей, а значит повысить качество лечебно-диагностического процесса и эффективность системы здравоохранения в целом. Замечу, что документ разработан в взаимодействии с сотрудниками Всемирной организации здравоохранения и учитывает рекомендации национальной стратегии электронного здравоохранения, представленные ВОЗ и Международным союзом электросвязи. Финансовое обеспечение реализации концепции будет осуществляться как со счет средств займа Международного банка реконструкции и развития, так и средств Государственной программы здоровья народа и демографической безопасности Республики Беларусь, Государственной программы развития цифровой экономики информационного общества и местных бюджетов. При реализации концепции предполагается решить несколько ключевых задач. В частности, будет проведена комплексная автоматизация медицинских учреждений. Планируется разработать и принять единые стандарты, справочники и форматы обмена медицинской информацией. Это производит перейти к введению медицинских документов в электронном виде. Намечено ввести интегрированную единую электронную медицинскую карту с использованием цифровой подписи и предоставлением оперативного доступа к ней. Мы идем к тому, что все возможные границы, расстояние и время между пациентом и медицинской услугой будут сдерты. Конечно, в ходе внедрения электронного здравоохранения решаются вопросы конфиденциальности и защиты информации. Дальнейшее развитие получит телемедицина, позволяющая организовывать дистанционное консультирование. Такое взаимодействие сегодня осуществляется между республиканскими областными учреждениями здравоохранения, центральными районными больницами. Например, на базе консультационных центров 1-го и 2-го городских противотуберкулезных диспансеров и всех городских взрослых поликлиник Минска функционирует уникально для стран СНГ и Восточной Европы единая телемедицинская система города по цифровой флюорографии. Не в режиме чтения и дублирования проведено более 1,8 миллиона цифровых рентгенограмм и более 82 тысяч удаленных телемедицинских электронных консультаций. В качестве основных ожидаемых результатов создания и внедрения электронного здравоохранения, может быть я повторяюсь, но это важно, мы определили оперативное принятие управленческих решений, уменьшение стоимости медицинских услуг, повышение эффективности диспансеризации населения и проведение скрининговых мероприятий. Кроме того, нашей целью является повышение участия населения в вопросах охраны здоровья и личной ответственности за его сохранение. Мы считаем, что такая задача может быть достигнута посредством прямого доступа жителей страны, к актуальной информации о состоянии своего здоровья и обратной связи с врачом. Особое место мы отводим индивидуальному мониторингу состояния здоровья самого пациента. Внедрение цифровых технологий – это революция для медиков и для пациентов. Каждый гражданин имеет возможность получить доступ к своим данным, послать данные о себе. Таким образом, пациент оказывается в центре системы здравоохранения. В результате мы ожидаем значительных социальных и экономических эффектов. Предполагаем, что снизится смертность и увеличится средняя продолжительность жизни населения за счет повышения доступности и качества оказания медицинской помощи. Внедрение систем управления качеством медицинской помощи. Поддержки принятия клинических решений, организационных и управленческих решений. Мы ставим задачу сокращения случаев инвалидности и осложнения заболеваний, которые напрямую связаны с низким уровнем оперативности, полноты и достоверности информации о состоянии здоровья пациента. Сегодня на конференции мы услышим подходы к построению национальных систем электронного здравоохранения различных стран, проанализируем мировой опыт, представим свое видение развития здравоохранения Беларуси. Надеемся, что наша работа на конференции будет результативна и правоотворна. Желаю вам интересных и ярких впечатлений, новых знаний и приятного время рождения в столице Беларуси. Спасибо.